Александра Трусова перекрасила волосы в черно-белый цвет, чтобы спародировать певицу Сия, Анна Щербакова зажгла в облегающем костюме ниндзя, Михаил Коляда сыграл в гольф на льду апельсинами в образе Чарли Чаплина, а Софья Самодурова каталась и пела одновременно, газета ВРУ рассказывает о самых необычных показательных номерах фигуристов этой весной. Начало весны выдалось невероятно активным на события в фигурном катании. Одновременно прошли два интересных турнира, юниорский чемпионат мира и универсиада, а также состоялся концерт в честь 50-летия тренерской деятельности Алексея Мишина и Тамары Москвиной, на котором выступили известные фигуристы из Санкт-Петербурга. На всех этих мероприятиях спортсмены демонстрировали оригинальные показательные номера, причем многие из них оказались для болельщиков новыми, не теми, что исполнялись по ходу сезона. Любопытно, что фигуристы решили поставить себе новые программы для гала-шоу под конец спортивного года, но тем интереснее было для зрителей. В произвольной программе Трусова исполнила четверной тулуп в каскаде с тройным сольный четверной тулуп, а также показала четверной лут, хотя и немного не докрутила его, что привело к падению. После такого мощного набора элементов в соревновательной части турнира девушка позволила себе отдохнуть на гала, никаких тебе четверных тулупов просто ради того, чтобы поприветствовать публику, как фигуристка делала, например, на взрослом чемпионате России. На шоу в загребе Трусова ограничилась тройными прыжками, что, впрочем, ничуть не сказалось на художественной части выступления. Александра вышла на лед в экстравагантном образе, черно-белом платье, поделенном на два цвета вертикально и с такой же по цветовой гамме прической, точно в тон костюму. Как оказалось, это была отсылка к знаменитому образу певицы Сио, которая красила волосы именно таким образом. Именно под композицию этой артистки Анста Пабл Трусова и выступала на гала-шоу. Фигуристка катилась по льду всем телом, завершала вращение тем, что приседала на лед и неловко улыбалась при этом, потому что зрителю сначала казалось, будто она не смогла закончить элемент, а на самом деле это была лишь часть номера. И вот уже девушка делала внезапный кувырок назад и продолжала показывать современный танец. «Меня не остановить, я скоростная машина без тормозов, меня не победить, я выигрываю абсолютно все». Нетрудно догадаться, почему тренерский штаб и спортсменка выбрали композицию с такими словами. Серебряную медаль на юниорском чемпионате мира в Загребе завоевала коллега трусовой по группе Этери Тутберидзи Анна Щербакова. Девушка тоже владеет четверным прыжком, пока только одним, но зато самым сложным – лутцеом. В отличие от Александры, она смогла показать четверной лутц чисто в произвольной программе, но больше квадов у Щербаковой заявлено не было, и она исполняла только тройные прыжки, в то время как трусово баловала публику четверными тулупами. Это и позволило конкурентке взять золото. А во время показательных выступлений девушка зажгла в восточном стиле. Она вышла на лед в фиолетовом кимоно и смиренно поклонилась зрителям, держа руки сцепленными на груди. Слегка отстраненный и возвышенный взгляд, который так подходит лирическим программам Щербаковой, оказался кстати и здесь. Дальше пошел такой же современный танец, как у трусовой, с перекатываниями по льду в стиле брейк-данса и взмахами ногами, только, пожалуй, более пластичный. Конечно, здесь были и тройные прыжки, причем в каскаде. Но никаких четверных. На этот раз тренерский штаб не дал девочкам разгуляться. А пока ученицы Тутберидзе топили лед в Хорватии, в Санкт-Петербурге не менее ярко зажигал Михаил Коляда, выступивший на концерте в честь юбилея тренерской деятельности Алексея Мишиной и Тамары Москвиной. Зрители получили приятный сюрприз. Накануне чемпионата мира спортсмену поставили новый показательный номер. И теперь вместо лиричной программы в белой рубашке он катался в смешном, слегка мешковатом костюме и цилиндре, в образе Чарли Чаплина. Под конец фигурист оставил цилиндр и трость в стороне и исполнил два тройных прыжка, причем один со смазанным выездом. Остается надеяться, что на чемпионате мира не только тройные, но и четверные у Коляды будут получаться без таких досадных ошибок. На этом же концерте в честь Мишиной и Москвиной выступала еще одна участница грядущего чемпионата мира, Софья Самодурова. Девушка решила усложнить свой показательный номер не элементами, а тем, что теперь сама исполняла песню, под которую каталась, All By Myself Селин Дион. Однако после первого куплета фигуристка неожиданно подъехала к бортику, где ее ждал наставник Мишин, и громко заявила, а сейчас я пойду покатаюсь, ладно? И под аплодисменты зрителей отправилась исполнять программу.